здравствуйте всем привет всем сейчас я покажу видео как происходит зарядка в канаде каждый день после того как выпал снег сегодня мы проедем пострижемся и может еще помоем машину проделаем пару прикольных штучек так что оставайтесь со мной наслаждайтесь и 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 Подъезжаем на мойку машин, срабатывает сенсор, ты как бы просто заезжаешь в ангар, дверька открывается, и вот если горит зеленый свет, значит можно заехать, есть места, если красный, все заполнены. Вот ты как бы заезжаешь сюда, так, паркуешься в свободном месте, паркуешь в свободном месте и все, идешь, платишь и моешь машинку. Мне нравятся эти мойки еще тем, что ты платишь только после того, когда ты провел карточкой и непосредственно платишь деньги. То есть ты как бы можешь заехать, раздеться, коврики поставить вот сюда, так. И только потом, после провода карточкой, кредиткой, например, денежка начинает капликать, начинается отчет. Вот в чем выгодно. Вы берете свою кредиточку, проводите здесь, вот напишет авторизация, вот 1, 2, 3, вот таймер пошел, и она начинает уже у вас чаржить денежку. Вы сразу включаете на фон, так, и все, начинаем мыть. Мыть как бы нужно быстро, потому что время продолжается. Тикет, даже когда я с вами разговариваю. Мойка закончилась. Смотрим, останавливаем этот счетчик. Нажимаем стоп. Итого нам насчитало 12,25. 12,25 неплохо для такой большой машины, я считаю. Поехали дальше. Хотел бы я рассказать про стрижки в Канаде. Значит, если вы идете в обычный парикмахерский салон, который только занимается стрижкой, мужской и женский мастер, скорее всего, вам это будет стоить в районе 25 долларов. Обычно 22-20 долларов за стрижку. Плюс чаевые. Как правило, дается 5 долларов. Обычно 15%, ну, 5 долларов это было бы 25%. Значит, конечно, если вы хотите уже покраситься, покрасить волосы, сделать все эти прикольные прибамбасы, так, то, конечно, вы уже идете в другие салоны, соответственно, дорогие. Вы уже смотрите на минимум 70-80 долларов. Минимум, хочу заметить. Вот для женщин, да, вот у меня Танюха сходила подстричь кончики, да, ей это стоило 70 долларов, да. То есть, только, чтобы подстричь кончики, да, чтобы не полностью стрижка, а вот именно только за это. Вот, цены, конечно, по сравнению с Европой здесь очень большие. Чтобы стать парикмахером, насколько я знаю, нужно закончить трехлетний курс, он тоже называется apprenticeship. То есть, вы идете в школу, в колледж или в университет и учитесь 2 месяца. Обычно 2 месяца, может быть, месяц, точно не знаю. Вот, но по окончанию вам нужно наработать определенное количество часов, обычно 1500. В этой же индустрии работает парикмахер. И чтобы ваш учитель, как бы, на этом подписался, что вы отработали столько-то часов, и вы квалифицированный специалист, и можете продолжать дальше учебу. Ну, и уже после трех лет, когда вы сдаете все экзамены и так далее, вы уже идете и ищете работу. Вот так это все происходит. Парикмахер, я считаю, здесь очень классно работать, так как клиенты есть постоянно, особенно если ваше место, в котором вы работаете, находится в каком-нибудь моле, в котором большая проходимость людей. Поэтому это одна из тех немногих профессий, которая очень-очень востребована в Канаде. Вот, пока мы едем, погода сегодня чуточку пасмурная, снег лежит, температура за окном минус 11. Вот, что хотел сказать за погоду, да, может быть банальная тема, но, тем не менее, в Канаде, вы не поверите, но насчет погоды общаются в 80% случаев, когда случается conversation, да, то есть разговоры, диалоги между людьми. Почему это происходит? Потому что взять эту провинцию Альберту, здесь погода меняется очень-очень быстро. Порой даже люди говорят, что Альберта это провинция четырех стихий, или, как сказать, четырех сезонов, так как сегодня может быть, вы можете, сегодня вы можете увидеть и зиму, и лето, и осень, и весну в один и тот же день. Все это связано с близким расположением океана, которое находится приблизительно 1200 километров от центра Альберты, если бы правило, центральной Альберты, то есть Британская Колумбия. Она находится на западе. Почему так? Так как горы находятся очень близко к Альберте, буквально 150 километров, там формируется особый микроклимат, который порой переходит на центральную Альберту. Вот. Очень часто теплая погода формируется так называемыми теплыми ветрами, которые называются щенукс, или по-нашему ченукс. Вот. Рано утром, в хороший солнечный день, если вы видите полосу облаков, которые двигаются на восток, по нему можно судить, что это щенукс. То есть это теплые ветры, и день будет очень-очень хороший. Приехали в Walmart. Walmart находится вообще-то в моле, в котором я буду сейчас стрижться. Что хотел сказать за Walmart? Между прочим, Сэм Уолтон, который создал Walmart, являлся миллиардером. И на одре смерти сказал, что все это богатство того вообще не стоило. Потому что он не провел время, а достойно с семьей, так как его все посвящал бизнесу. Поэтому, ребята, находите правильный баланс жизни. И имейте в виду, что правильный баланс это все, что вам нужно. Сейчас проверим лотерею. Как дела сегодня? Хорошо. Я хочу записывать это, чтобы я становлюсь миллионером. И это все лотерея, ребята. Видите, сколько денег уходит. Хочу, кстати, рассказать интересный факт про лотерею. Как-то я на работе, пару лет назад сидел на ланче, ел свой ланч, все дела. И тут слышу разговор сзади, что один человек сегодня не вышел на работу. Я спрашиваю, что случилось, как дела. Ну, так, что случилось. Мне сказали, что он выиграл лотерею. Немного, немало, миллион двести тысяч долларов. Неплохо тогда. Везет же людям. Сейчас идем записываться на стрижечку. Просто заходишь, записываешь свое имя и ждешь своей очереди. Все просто. Давайте решим. Хорошо. Окей, что мы делаем. Окей, коротку здесь. Потом как-то оставить. Легко на то, ты знаешь, как-то типа. Это типа? Как правильно. Это как, это типа? Оно, и как-то dash, так как, вы можете, чтобы липнуть на стрижечку. Да, да. Вот так вот, коротку. И здесь, как типа. Да, да, я могу делать это. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...